Выпив чай, естественно, задумываешься и о десертах. Можете ли вы что-то предложить по этому поводу? Десерт у нас рождается сам собой. У хозяйки остались кусочки, осталась эта водичка. Мы берем эти кусочки, мы коснулись этой же темы. Делаем такой состав. Ложечка сахара и ложечка меда. Делаем такой сироп, нагреваем. Ну, мед в самую последнюю очередь, потому что мы знаем, что мед не любит нагрева. Эти кусочки мы опускаем и они провариваются в этом составе. Вот получается женьшень, втваренный в меду. Женьшень по природе горький, а в этом сочетании он оказывается вполне пикантным. Пикантным, да. А что у нас осталось почти как в знаменитом анекдоте навар? Остался этот сиропчик. Мы можем делать отдельно на меду. Если это делается в доме, то можно сделать вот такой состав, который я сейчас буду наносить. На наш лавашек мед, спирулина. И отвар женьшеня. Отвар женьшеня. Лецитин. А, тут еще и лецитин. Тут еще и лецитин. Если кто-то помнит, это тот продукт, который у нас содержится в маску, в печени. И от которого восстанавливаются нервные клетки. Которые не восстанавливаются некоторых специалистов. Теперь мы берем и, опять же, своими не очень подготовленными кулинарией руками делаем вот такой вот рулетик. И торжественно его вручаем для начала вам. На дегустацию. На дегустацию. С чайком. А с чайком-то это вообще не достаточно. Я старался. Могу поделиться впечатлением. Не просто съедобно, а вкусно. Не просто вкусно, но необычно вкусно. Не просто необычно вкусно. Но, как мне говорит мой организм, ему хочется еще. Значит, это еще и полезно. Самому мало. Я хотел бы сказать, что вот такой продукт. Ну, конечно, в шутку мы называем. Нужно беречь от детей. Потому что при рекомендации съесть одну чайную ложечку, дети иногда действительно учитряются съесть всю банку за один присест. И в отличие от каких-то других синтетических продуктов, это не вызывает у них ни аллергии, ни каких-то других побочных эффектов. Вот вам, пожалуйста, такой мгновенный, например, завтрак перед школой, который дает и запас энергии, и расширение тех самых адаптационных возможностей. И уже ребенку гораздо будет спокойнее пережить те же различные эпидемии гриппа и прочее, прочее, прочее. Я так понимаю, что если в семьях дети привыкли к каким-то определенным продуктам, то сюда смело можно добавлять и сыр, допустим. Совершенно правильно. Как мы с этой маленькой баночки сделать десерт или, например, полноценное сбалансированное питание для всей семьи в виде десерта? В равных долях мы берем курагу, изюм, лимон свежий. Если курага и изюм, это уже сухофрукты, лимон обязательно свежий. Содержимое этой баночки или в блендере, или на мясорубочке все это смешиваем. А дальше потом, как ваша фантазия и как сезон. Потому что в эту смесь вы уже можете, например, добавить бананчик, богатый различными солями необходимыми у нас. Можете добавить какие-то фрукты, которые вам ближе. Ту же самую клубничку, например, или черешню по сезону. Или к меду цветочной пыльцы. Или та же самая цветочная пыльца. Или правильно ее назвать действительно уже пчелиные обножки, потому что цветочная пыльца вызывает аллергию, а пчелиные обножки не вызывают аллергию. И вот, пожалуйста, скажем, вы получили некий объем такого продукта, который, опять же, почти как у Райкина, можно улучшать до бесконечности. Вам нужно детям дать что-то в школу, или они идут на тренировку, как многие сегодня даже с малых лет занимаются спортом высоких достижений. И им надо быстро восстановить силы. Ложечку взяли этот десерт, на пергамент выложили. И сверху, например, те же самые хлопья, зародыши пшеницы. И у вас получилась потрясающая по своей энергетике конфетка, которую ребенок с удовольствием съест и при этом получит все, что ему необходимо. Ну что, мы не будем в одной программе раскрывать все многообразие секретов, рецептов от Академика Беликова. Оставим что-то на следующей передаче. Ну а для телезрителей, для наших интернет-зрителей, мы можем сказать, что таких способов превращения еды из магазина, которая вызывает большие сомнения у наших граждан, способов превратить их в вкусную, здоровую, полезную пищу, у нас еще и у Владимира Борисовича очень и очень много. Целые рецептурные справочники. Целые рецептурные справочники. Поэтому ждите наших следующих программ, наших следующих передач. И всем здоровья, успехов и процветания. Благодарим. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!